В последнее время барнаульцы жалуются на возросшие суммы в квитанциях за общедомовые нужды. Почему так случилось? То есть получается, что происходит перерасчет за прошлые годы? Есть календарный год. Год закончился. Управляющая компания говорит, что у нас получилось так, что некоторые платили по нормативу, и в итоге фактически потребления было больше. Соответственно, каким-то образом его надо нам распределить. Тот ресурс, который был фактически принят, на всех собственников. И вот законодатель говорит, что в течение трех месяцев управляющая компания может соответствующий перерасчет сделать. Но это не значит, что сумма квитанции может вырасти. Если собственники были рачительны и потребляли в соответствии с тем, что действительно надо было, то она может быть и не выше. То есть не подниматься, скажем так. И вот здесь возникает следующий вопрос. А сегодня выставили всю сумму за год, пересчитали. И вот некоторые говорят, что у нас в квитанции появилась большая сумма. И нам объясняют, что это в соответствии с новым постановлением возникло. Как быть? Фактически, смотрите, буквально в марте этого года в это же постановление были внесены изменения. И было указано на том, что вот эту сумму, которая получилась, ну, может, большой, да, ее можно равными частями по году распределить. То есть по факту, чтобы не было такой большой финансовой нагрузки для собственника. То есть, поэтому сегодня вот некоторым управляющим компаниям можно задавать вопрос. А вы мне весь ресурс, который был, пересчитали, да? Так будьте любезны тогда, давайте, чтобы не было так мне тяжело финансово, раскидаем это на определенный период времени. Насколько вообще законен такой перерасчет? С чем он связан? С новыми правилами? Сегодня, то есть, ну, как бы даже не сегодня, это еще было в феврале прошлого года, 92-е постановление было, и оно внесло ряд изменений в законодательстве. И сказало, что вот с 1 сентября там у нас пойдут некоторые изменения в той части, что касается СОИ, да? То есть и теперь ресурс, который потребляется, собственники должны определить, как это будет, да? Либо они его будут распределять самостоятельно, то есть весь ресурс, который пришел, на себя же самих, да, полностью. Либо будет решаться вопрос следующим образом. То есть по концу года, то есть в течение трех месяцев, то есть вот как раз у нас сегодня там первый квартал проходит, да, управляющая компания должна посмотреть, а сколько действительно было потреблено ресурсов, да, и сколько фактически на сегодня потрачено, да? То есть и вот вывести то фактическое, назовем так, фактическое потребление, да, и установив вот эту разницу распределить на собственников, да? То есть, но, знаете как, вот тут как раз и возникает вопрос, да, что вот некоторые говорят, ну вот увеличилась, соответственно, строка, да, правильно ли это или неправильно, да? Ну вот законодательно сегодня закреплено такое право управляющей компанией распределять по концу года, в течение следующих, трех месяцев следующего года, вот тот, так скажем, ресурс, который был предъявлен. Сегодня приоритет расчета потребленного ресурса идет исключительно только лишь по приборам учета. Насколько это дорогостоящее удовольствие? Дорогостоящее, да, причем они зависят разные от модификации, то есть я же говорил, что есть сегодня с тем, что снимают разные показания приборов, то есть есть погодозависимых даже с учетом этих моментов, то есть, ну, я бы так сказал, что стоимость их разнится там от 300 и выше 1000 рублей. За чей счет должны быть установлены общедомовые счетчики? Да, вот мы с вами разберем несколько моментов, да, то есть есть приборы учета, которые общедомовые, это на отопление, да, это на водоснабжение, да, и есть на электричество. Вот по электричеству я сказал, то есть это сегодня обязанности, конкретно гарантирующих поставщиков, то есть они буквально, что называется, с прошлого года обязаны устанавливать такие приборы, и они должны быть еще и дополнительно умные приборы учета, чтобы сразу все считывать, считывать и передавать. Что же касается у нас тепла, да, воды, то это приборы, которые собственники оплачивают, это является собственностью этих же собственников многоквартирного дома, но делается это таким образом через управляющую компанию, которая инициирует собрание, которая организовывает ее, и в том числе, если вдруг не происходит, то есть бывает так, что, знаете, собственно-таки не захотели, или не получилось этого собрания, то и здесь соответствующий механизм есть, то есть в таком случае все равно управляющая компания решает этот вопрос, и в том числе ресурсоснабжающая организация может установить этот прибор учета, но все равно собственников взыщут потом плату за этот прибор учета. В любом случае мы обязаны их поставить, и если мы раскидываем на всех собственников, то я думаю, что это вполне приемлемо, тем более законодатель нас обязал это сделать. В какие сроки должны быть установлены приборы? Вообще это уже было давным-давно, то есть еще в 2019 году, в 2019 году это крайний срок был, когда у нас все дома должны были находиться с общими приборами. На сегодняшний день общедомовыми приборами учета обеспечены все дома или есть те, кто еще не установил? Это исключение дома, где технически невозможно установить прибор учета. Вы знаете, это единичные дома, поэтому если мы говорим сегодня о том, что у нас по Алтайскому краю с приборами учета, то это фактически все дома. Все дома должны находиться и имеют такую техническую возможность установить себе прибор учета. И фактически уже даже и имеют эти приборы учета. Но если говорим, у кого нет, то это 10%, там незначительная часть. Я думаю, это меньше даже. Как вы в целом оцениваете переход на новый порядок расчета по домовым нуждам? Мое мнение такое, то есть мы потребляем, мы живем в этом доме, мы потребляем этот ресурс. И в этом случае, раз мы его потребили, то мы и должны оплатить.